Всем приветики! Здрасте, дорогие друзья, товарищи, приятели, враги и недруги. Вопросы поступили. Почему я не могу бросить, не могу достичь желаемого результата? Контекст может быть разный, суть одна и та же. Почему ты не можешь похудеть? Почему ты не можешь бросить, курить, пить и так далее? Потому что ты не веришь в себя. Суть в том, что ты не видишь конечного результата. И поэтому, поэтому у тебя нихуя не получается и не получится. Когда я начинал худеть, я был жирным, страшным, жирнее, чем многие из вас, тети. Но я был мальчиком, сыном, голубцом и так далее. Но уже тогда, уже тогда я знал, что я добьюсь того результата, который я хочу. И поэтому я самому кинду сказал, сфоткай меня, вот, будет фотография дофига. И уже потом, через 2-3 года я буду вылаживать и выебываться везде этим фотоколлажем. Типа, смотрите, какой я был и какой я стал. Что было в этот момент? В этот момент я верил в себя, я знал, что я добьюсь цели. Он не верил в меня. Что сделал я? Я с уверенностью это сказал. Что сделал? Он наугнулся, посмеялся и сказал, ты что, прикалываешься, что ли? Посмотри, блядь, на себя, ты жирный, ты. Но, когда прошло время, когда я похудел, добился большего, чего я хотел в плане физического составляющего, они все охуели. Но проблема в том, что мне не было интересных мнений. Это они тогда еще были не готовы, что я поменяюсь внешне. Я уже был готов. Мне нужно было просто время, чтобы прийти к этой цели. И у вас все наоборот. У вас нету перед глазами конечных результатов, вы не верите в себя. И поэтому вы не можете протерпеть на диете, выдержать, либо на каких-то других своих начинаниях по изменению своей личной жизни. Потому что вы не верите в себя. Только неверие порождает в тебе отсутствие дисциплины. Если у тебя перед глазами поставить что-нибудь, что ты видишь визуально, точнее не визуально, а вот так вот прям предметно, дать тебе лопату искать, прокопай, вот здесь большую яму, и вот это желаемое ты заберешь. Ты возьмешь лопату и начнешь хуярить. А если тебе сказать то же самое, но не поставить твоего желаемого так перед глазами, скорее всего ты начнешь и через 5 минут закончишь. Потому что ты не видишь конечного результата, ты не видишь конечные цели, тебя это не подпитывает. И вот самое главное, нужно видеть конечную цель. Верить в себя. Я вот верюся, я самый охуенный. Три дня назад я пробежал босиком 26 километров. Ты понимаешь сколько 26 километров пробежать босиком, блядь? Сколько километров ты пройти сможешь в удобном объеме? А пробежать сколько ты сможешь? А я взял 28 километров, ну а там 26 где-то, пробежал босиком. Как ты думаешь, когда я начинал бежать в самом начале своего пути, я верил, что я это сделаю? Или я подошел как ебаный слабак к этому, как терпило, блядь? Не знаю, пробегу я или нет. Нет, конечно. Ты берешь, блядь, и говоришь сам себе, что ты знаешь, что ты уверен, что ты добьешься конечного результата. И тогда ты делаешь. Если ты не уверен в чем-то, блядь, холь ты за это берешься тогда? Иди вон, юбку надень, борщи, блядь, мужу приготовь, если ты женщина. Если ты парень, юбку одень, блядь, маме поплачешь о своей, ты, блядь, неженка на. Пиздец. Поэтому, если ты воин, ты веришь в то, что ты добьешься своих целей. Верешь, ставишь их и достигаешь, блядь, на зубах ползешь, если надо. Но если ты не веришь в сам себя, ты никогда не получишь желаемого результата, и не добьешься его. Я абсолютно поебать на мнение окружающих, верят они в тебя или нет, тебя это вообще волновать не должно. Самое главное в твоей жизни это вера в самого себя. Быть сильной личностью, ставить задачи достигать, и в этом суть, блядь. Почему вы не можете бросить или бросаете диеты, не можете продержаться, там, максимум, кто держится до первого сути голода, это пиздец смешно. Ты не видишь, конечно, результата, конечно, тебе это неинтересно, тебе это не подпитывает, там, какие-то у тебя пятиминутные позывы мотивации просыпаются в понедельник утром, к вечеру они уже заканчиваются, потому что ты не видишь конечной цели. Ты не визуализируешь, ты представляешь себя тем человеком, которым ты станешь, когда ты добьешься результатов, если ты пройдешь немножечко пути через боль и страдания. Растворись в боли и страдания, возлюби это. И тогда ты будешь жить, страдая, ну, чтобы стать кем-то, а не жить, страдая, в осознании того, что ты никто. Понял меня, друг? Давай.